Женские вопросы, которые разрушают отношения. А кто я для тебя? А? В смысле, тебе что, непонятно, кто ты для меня? Он начинает беситься, он как впадает в некий ступор. Куда идут наши отношения? И он в шоке. Отношения? Я не уверен в себе, мне страшно остаться одной, у меня претензии к мужчине, я чувствую тревогу, неуверенность. И знаешь, когда ты получишь ответ на этот вопрос, когда ты получишь ответ, неважно, голосом, при встрече, тебе все будет понятно, как он на тебя смотрит, кого он в тебе видит, и тебе будет понятно, почему он что-то делает или не делает. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях, и прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал, и обязательно смотри это видео до конца. Конечно же, хочу сказать заранее, что это вопросы не про тебя. Скорее всего, ты таких вопросов никогда не задавала, и, скорее всего, если ты и слышала такие вопросы, то это, наверное, от подружек. И первый вопрос звучит так. Кто я для тебя? Кто я для тебя? И обычно, знаете, это происходит в какой-то неловкий момент, когда у мужчины либо какие-то проблемы, что-то на работе проблемы, либо в бизнесе проблемы, либо какой-то вот ни с того ни с сего она задает такой вопрос. А кто я для тебя? Пожалуйста, вдумайте в этот вопрос. И обычно какую реакцию получает женщина на этот вопрос от мужчины? Он начинает беситься. То есть мужчина начинает злиться, он начинает беситься, он как впадает в некий ступор. Почему? Кажется, он, наверное, хочет уйти от ответа. Кажется, что он просто там боится что-то сказать или уходит от ответа. Да нет, во-первых, первая причина, этот вопрос очень странный. Кто я для тебя? В смысле, тебе что, непонятно, кто ты для меня? Ну, ты девушка, тебя зовут вот так. В смысле, кто? А какие варианты? Ну, или если ты уже спрашиваешь такой вопрос, ты скажи, кто я для тебя? Вариант А. Там, любовница. Б. Жена. С. Там, спутница всей жизни. Конкретизируй больше вопрос для мужского мозга. Но если я, как психолог, я могу перевести твой вопрос, что это значит. Дорогой мужчина, мне очень страшно. Я не уверена в себе. Мне хочется чего-то большего в нашем общении. Да, я этого не получаю. И поэтому сейчас вот я хочу через вопросы тебя, так сказать, сподвигнуть на какие-то действия. В конце этого видео я, конечно же, приведу примеры, направлю вас, скажем так, более, не то чтобы правильно-неправильно, а более эффективно общаться в данном контексте с мужчиной, чтобы ему вопрос был понятен, и чтобы ты получала не агрессию, ступор мужчины, а получала, ну, какой-то более вразумительный ответ. И я объясню, откуда эти вообще странные вопросы в твоей головушке могут возникать. Следующий вопрос. Куда движутся, или как там, куда двигаются наши отношения? Куда идут наши отношения? Тоже это происходит в какой-то странный момент, этот женский вопрос. И зачастую мужчины тоже впадают в ступор от этого вопроса. Они не знают, что отвечать. Кажется, что не знают, что отвечать. Или какая-то агрессия, или уход, типа потом поговорим об этом. Ну, то есть, как-то вопрос этот злит мужчину. Потому что, знаешь, у меня такое ощущение, реакция такая, а что, я решаю, куда движутся наши отношения? Ты моя машина, в которой я сижу? Я водитель? То есть, я решаю, куда мы движемся? То есть, получается, что ты хочешь ответственность за то, что происходит между нами, на 100% переложить на меня. Чтобы я тут что-то сказал, что-то пообещал. И, конечно же, это будет вызывать во мне злость. Потому что, ну, ты же взрослый человек, а ты что, не видишь, куда что движется? Ты же, а что, я тебе глаза заклеил или закрыл повязку на лицо, на глаза, и ты не знаешь, куда мы идем? Ты же все видишь и понимаешь. Поэтому, этот вопрос мне тоже непонятен. Опять же, когда я говорю мне, это не мне, Ярославу, а этому образу мужчине, который на месте меня. Это, возможно, кому-то бывшему мужчине, с которым ты была в отношениях, либо мужчине, с которым ты сейчас встречаешься. И очень часто вопрос, который звучит, куда движутся наши отношения, очень часто он звучит в общении между мужчиной и женщиной, где отношений нет. Очень часто. То есть, женщина решила, что мы общаемся, ты мне сказал, что я тебе нравлюсь, ты мне там что-то пообещал. Я себе придумала, что у нас уже отношения, а мужчина, например, не считает, что у вас отношения. И ты говоришь, а куда движутся наши отношения? И он в шоке. Отношения? То есть, это его еще больше злит. Очень часто этот вопрос звучит в таком контексте. Еще раз, в конце видео я озвучу, как правильнее вести диалог с мужчиной в данном контексте. А теперь, как же эффективнее, по моему мнению, взаимодействовать с мужчиной в данном случае? Первое, нужно понимать правду о себе. Как я себя чувствую как женщина в данной ситуации, в каком-то общении или взаимоотношениях с мужчиной? Я сейчас тревожусь, я уверена в себе, я чувствую себя достойной девушкой, уверена в себе. Я понимаю, что я классная, я ценная. Я понимаю, что многие мужчины посчитали бы за радость и за честь быть такой классной, как я, женщиной. Или же другая ситуация. Я не уверена в себе, мне страшно остаться одной, у меня претензии к мужчине, я чувствую тревогу, неуверенность. На самом деле, у меня много страхов. Это не обязательно кому-то сообщать. Мне, вообще, это может быть твоим личным секретом. Просто себе по-честному ответь. Это первое. Второй вопрос. Я хочу ему сейчас, этому мужчине, задавать вопросы, потому что, ну, как бы, все круто, потому что я уверена в себе, или потому что все плохо. Да, я, наоборот, не уверена. Я понимаю, что у нас отношений никаких и нет, но я сейчас хочу додавить там каким-то вопросом. По сути, что ты хочешь понять от мужчины? Как ты на меня смотришь, как на женщину, да? Видишь ли ты во мне свою женщину, там, в своей жизни? Услышать какой-то ответ, и из этого ответа уже дальше понимать, а почему он там что-то делает или не делает. И, соответственно, более грамотный вопрос в данном случае, вообще другой, из другого контекста. Это, знаешь, написать мужчине сообщение, либо в разговоре, ну, лучше сообщение, потому что такой запрос лучше в сообщении. Сказать, слушай, дорогой Саш, Сереж, мы там с тобой общаемся там уже какое-то количество времени. Знаешь, ты умный мужчина. Я вижу в тебе умного мужчину, и мне будет ценно твоя обратная связь. А можешь, пожалуйста, написать, какие ты видишь во мне пять минусов, как в девушке, как в женщине, и пять плюсов, как в девушке, как в женщине. И, знаешь, чем честнее ты будешь, тем будет лучше для меня. И, знаешь, когда ты получишь ответ на этот вопрос, когда ты получишь ответ, неважно, голосом, при встрече, в текстовом сообщении, но, повторю, что в текстовом сообщении это намного лучше, тогда тебе будет все понятно. Тебе все будет понятно, как он на тебя смотрит, кого он в тебе видит, и тебе будет понятно, почему он что-то делает или не делает. Потому что, заметь, если бы все было круто у вас, и тебя все удовлетворяло, ты бы вряд ли хотел задавать этот вопрос, правда же? Зачастую девушки хотят задавать такой вопрос, когда их что-то не удовлетворяет по объективным или необъективным причинам. И для того, чтобы понять, что меня, почему он там тупит или что-то делает, не делает, почему он жадный, почему он холодный, или почему он, наоборот, там давит на меня, да, просто достаточно выяснить, как он на тебя смотрит, как на девушку. Все. И, например, ты получаешь обратную связь. Смотри, ты красивая, умная, там, приятная, не знаю, там, целеустремленная, минусы твои, тебя очень много, да, очень как-то давишь, очень много, слишком много требуешь внимания. Ты, например, там, я когда что-то делаю, ты как-то этого не ценишь. Ну, короче, и так далее. И все. И ты много поймешь, и ты поймешь, что в себе нужно менять, на чем тебе в себе нужно работать, на чем не нужно работать. И тебе будет понятно, почему он тормозит, почему вначале было все хорошо, а потом... Вот в этих минусах все ответы. Если ты в отношениях с мужем 5-10 лет, и, наверное, кажется, он охладил ко мне, потому что я ему родила ребенка. После родов мужчины расслабляются, как-то теряют интерес к женам. Прикольная версия. Но если ты узнаешь 5 своих минусов, ты увидишь, что дело вообще не в ребенке. Что там ребенок вообще будет, может быть, мелькать где-то в половине пункта одного, в лучшем случае. Это не значит, что все мужчины захотят вам с удовольствием писать правду. И тут тоже зависит от того, насколько ты захочешь постараться, чтобы, ну, как бы, наладишь контакт с мужчиной, расположишь его, чтобы он был максимально откровенен с тобой. Потому что, конечно же, он может написать, да ты классная, но ты же понимаешь, что это будет ответ на отвали. Не бывает идеальной обратной связи, что мы классные во всем. Всегда есть какие-то минусы, всегда есть какие-то нюансы. Понимаешь, эти вопросы, этот вопрос, этот запрос не будет ставить мужчину так в ступор, как вопрос, что у нас дальше? А кто я для тебя? То есть, смотри, тебе что-то не нравится, да, он там, например, просто с тобой встречается раз в неделю, занимается сексом. Может быть, там что-то обещает, тебе это не удовлетворяет. Ты можешь сказать, а кто я для тебя? А? А можешь. Ты говоришь, слушай, так и так. А можешь мне написать списочки, мне будет так полезно это от тебя. И все тебе будет понятно. Гораздо будет понятно многое, в первую очередь, о себе. Значит ли это, что все, ты потом будешь стараться менять эти минусы на плюсы, и ваши отношения выйдут в новый уровень? Нет. Но тебе в любом случае эти минусы будут полезно хотя бы услышать их. Не обязательно бежать их менять, просто услышать. Но когда ты будешь минусы какие-то о себе, как о женщине, слышать пересечение подобное от разных мужчин, которые между собой не знакомы, то, наверное, тогда будет приходить идея о том, что есть смысл над этим поработать. Если мужчины, которые между собой не знакомы, указывают на какие-то твои недочеты, которые можно исправить. А я напомню, что у большинства мужчин претензии к женщинам это к их характеру. И кажется, что характер нам дан природой, богом, вселенной. Нет, характер это такая составляющая конструкция, которая накоплена от рождения до детства, окружения и так далее. Это все корректируется, если ты примешь решение работать над собой, как над женщиной. Если для тебя еще более важно, еще больше получить фишек во взаимодействии с мужчиной. Как правильно взаимодействовать с мужчиной, как лучше на него влиять. Как делать так, чтобы отношения были счастливыми и для тебя, и для мужчины. И это длилось не только какой-то первый период, а столько, сколько ты захочешь. Как исправить уже, может быть, не специально испорченные отношения. Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция», где на протяжении нескольких вечеров мы разбираем эти темы от и до в бесплатном формате. Если это видео было для тебя полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал. И до встречи в следующих видео. Пока!